Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские автомобилисты придумали новый способ ухода от штрафов с камер фото-видео фиксации. Как сообщают некоторые СМИ, метод заключается в том, чтобы установить регистрационные знаки не строго горизонтально, а по наклонной. Насколько велик угол, неизвестно. Дескать, в таком случае камеры старого поколения, которые могут считывать номер только в горизонтальной плоскости, не справляются с этой задачей. Таких камер на российских дорогах якобы большинство. Трасса 101 Смекалист русский народ. В интернете быстро нашлось множество специалистов, которые предлагают отредактировать фото автомобиля для успешного прохождения ТО. Как будто машина находится на пункте техосмотра, или как будто у нее отсутствуют повреждения, те же трещины на лобовом стекле. Про эту смекалистость чиновники из Министерства транспорта прознали и теперь готовят поправки в процедуру фотосъемки. По новым правилам, в частности, в кадре рядом с машиной должен будет находиться сотрудник пункта ТО. Кроме того, снимки, загружаемые в информационную систему техосмотра ЕАЕ-СТО, будут проверять на фотомонтаж. Трасса 101 Издание Автоньюз сообщает инспекторам ДПС, дана отмашка строже наказывать водителей, не имеющих полиса ОСАГО. На первый раз такому нарушителю полагается штраф 800 рублей, 400 со скидкой. Плюс инспектор оформляет предписание с требованием приобрести автогражданку в течение 10 дней. Если этого не сделать, то можно попасть под арест до 15 суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Впрочем, между юристами разгорелся спор, законно ли применять административный арест за отсутствие ОСАГО. Трасса 101 Перед многими из нас однажды встает вопрос оформления наследства на автомобиле. Все процедуры необходимо осуществить в соответствии с законом. Подробнее об этом расскажет руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Наша компания предоставляет услуги по оценке автомобиля для наследования данного транспортного средства. Здесь необходимо предоставить документы, тот, кто вступает в наследство, и документы на автомобиль. Даже в данном случае автомобиль не обязательно осматривать. Можно сделать это и без осмотра, потому что бывает, что невозможно автомобиль показать. Делаем документы, которые требует нотариус, и после этого человек спокойно вступает в наследство. Занимает по времени больше трех дней, я еще ни разу не держу. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова